МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы сегодня утром сюда выезжали с специалистами. Никаких источников сброса мы не нашли. В парке Наташинские пруды специалисты проверили качество воды. Что такое гений? Это 1% интеллекта, 99% трудолюбия. Городской округ вошел в тройку лидеров в Подмосковье по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Называть жанр – это дело художественных критиков. Ну, я бы, наверное, назвал его такой романтический сюрреализм. В музейно-выставочном комплексе проходит выставка современной живописи. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание состоялось в администрации городского округа Люберцы. Руководители силовых ведомств, экстренных служб и структурных подразделений рассказали об итогах проделанной за отчетный период работы. Подробнее в нашем сюжете. За минувшую неделю в Люберецкую полицию поступило около 2000 обращений от жителей округа. Возбуждено 16 уголовных дел, из них 12 раскрыто по горячим следам. Совершено 197 ДТП. Есть пострадавшие. Также еще раз я хочу обратиться к нашим гражданам, что в последнее время опять учстились мошеннические звонки вам на телефоны. Обращайтесь в банк, обращайтесь в службу безопасности банка, вашим там кураторам, для того, чтобы понять, что это мошенники. Подразделением пожарной охраны совершено 57 выездов, из них 9 на пожары. В Люберцах произошло 6 возгораний. Также хотел обратить внимание на участившие случаи загорания травянистой раскиданности на полях. Прошу собственников полей уделить особое внимание данным и провести опаску и покой старовой на своих территориях. В рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» в округе будет установлено 8 детских игровых площадок. Продолжается третий этап благоустройства территории Малаховского озера. Также Владимир Ружицкий объявил о назначении Рима Каримова руководителем управления благоустройства администрации городского округа Люберцы. 15 мая провели инспекционный объезд по территории поселений Малаховка, Томилина, Красково. Самая блачевная ситуация у нас в поселке Малаховка. Управляющая организация недобросовестно исполняет свои обязанности. Неокрашенные лавочки и газонные ограждения. Не належащие в состоянии контейнерной площадки и ямочный ремонт. Просьба устранить указанные замечания. Подобные рейды в Люберецком округе проводятся на постоянной основе. В дальнейшем будет составлен рейтинг управляющих компаний по содержанию территорий. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ремонт подъездов стартовал в городском округе Люберцы. В этом году в рамках губернаторской программы обновят 149 входных групп МКД. По 16 адресам работа уже завершена, в том числе в поселке Тамилино на Гоголя, 26. Там побывали мои коллеги. Эту пятиэтажку обслуживает управляющая компания «Содействие». В этом году она попала сразу в две программы. Капитальный ремонт МКД, в рамках которого заменят кровлю, и мой подъезд. Работы на крыше продолжаются, а внутри дома уже обновленные стены, тамбурные двери, плитка и почтовые ящики. Полный комплекс работ проведен, работы уже сданы в стройнадзор. На 2022 год в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в управляющей компании запланировано «Содействие» было ремонт 45 подъездов. 15 из них с бюджетным софинансированием Московской области, 30 подъездов без софинансирования в небюджетные источники. Многоквартирный дом построен в 1963 году. В последний раз подъезды ремонтировали здесь пять лет назад. За это время состояние входных групп ухудшилось. Работу над их восстановлением оценил глава округа Владимир Ружицкий. Переговорили с жителями, у жителей нет нареканий. В принципе, все, что связано с входной группой, кафель, двери, почтовые ящики, электросчитовая, мы посмотрели все это на уровне, все это аккуратно, чистенько, достаточно приличное оцение выполнено. На данный момент процесс ремонта проходит в 40 подъездах городского округа. Если у жителей есть замечания по качеству проводимых работ, они могут сообщить об этом несколькими способами. Самые удобные – написать обращение в социальных сетях главы или на портале Добродел. В Люберцах продолжают ремонтировать автомобильные дороги. На небольших участках устраняют ямы, а на местах, где дорожное покрытие изношено, укладывают новый асфальт. Тему продолжат мои коллеги. Протяженность улицы Московской – более одного километра. В Токареве это основная дорога. Но капитальный ремонт асфальтового покрытия не делали давно. Для деревни она нагружена, поэтому было принято решение о ремонте данной дороги. Она была в ямах, и сегодня она будет придена в соответствие. Новому асфальту рады и автолюбители, и местные жители. Но основное внимание они просят уделить безопасности пешеходов. Давно уже здесь живу, здесь родилась. Вот всё хорошо, вроде бы делают новую дорогу. Но очень неудобно нам, что нет тротуара. Мы ходим, шаракаемся из стороны в сторону, вот по загородкам. С обеих сторон дороги подходит жильё, заборы. Сложно сделать, но там где-то возможно, будем делать. В этом году в округе отремонтируют 22 автодороги общей протяжённостью более 9 километров и 10 подъездных дорог к СНТ. К концу лета все работы планируют завершить. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. В округе завершают благоустройство парка имени Лапса. Владимир Ружицкий проверил качество проведённых работ и пообщался с жителями. Несколько лет назад парк имени Лапса, который находится рядом с платформой Тамилина, на портале Добродел одержал победу в народном голосовании по благоустройству мест семейного отдыха. Концепция его развития разработана и утверждена экспертным советом при Министерстве благоустройства Московской области. К основным работам здесь приступили в прошлом году. «Ой, ну это, конечно, небо и земля, а хорошо очень». «А какие пожелания есть?» «Ну да, вот эту площадку большую облагородить, там или футбольное поле сделать для детей, ну я не знаю, что-то такое. А ещё лучше, знаете, тренажёры». Преображением парка занимается объединённый комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы. В настоящее время здесь работают более 30 человек. «Мы благоустроили дорожки из плитки порядка 200-25 тысяч квадратных метров, сделали дорожки, тропиночную сеть из гранитного отсева, сделали детские площадки, спортивную площадку, установили танецный стол». Вдоль пешеходных дорожек сделали освещение, установили лавочки и урны. Недалеко от главного входа оборудован туалет. Центр парка украсил детский верёвочный городок. «Было очень много обращений жителей, и нас критиковали, что мы не приступаем к благоустройству данного парка. Но всё-таки мы в прошлом году провели целый ряд работ. Ну, в первую очередь, мы советовались с жителями, мы обсудили саму концепцию, подходы». Остались последние штрихи. В парке площадью 4 гектара проведут компенсационное озеленение и посеют газонную траву. Автомобильную дорогу, которая находится рядом, уже отремонтировали. В округе 13 рекреационных зон, в их числе 6 парков. Благоустройство одного из них, Томилинского парка, имени Героя Советского Союза, лётчика-бабардировщика Анатолия Лапса, завершится в ближайшее время. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Полтора года назад в округе сформирован общественный совет при парке «Наташинские пруды». В него вошли сотрудники и дирекция парка, а также неравнодушные жители. На днях они увидели на поверхности водоема пятно непонятного происхождения и забили тревогу. Парк «Наташинские пруды» – одно из любимых мест люберчан. Ольга, неведомая, часто проводит здесь время с семьёй. На днях она прогуливалась вдоль берега и заметила на воде непонятные разводы. Мы гуляли с детьми и увидели странное пятно, похожее на мазут. И я не могу точно дать, что это такое было. Поэтому мы обратились в администрацию для того, чтобы взяли пробы воды и уточнили этот момент. В Люберецкой администрации на жалобу среагировали оперативно. На место с проверкой выехало Управление по охране окружающей среды и экологическая лаборатория. При первичном осмотре мы сегодня утром сюда выезжали с специалистами. Никаких источников сброса мы не нашли. В любом случае, чтобы исключить самые неприятные моменты, пробы воды мы взяли и результаты будем с нетерпением ждать. Дальше будут приниматься меры. Производится химический отбор проб. На месте замерим сейчас температуру воды и PH. Сейчас разливаю посуду, потом будет посуда законсервирована и доставлена в лабораторию на проведение анализов. В лаборатории произведут бактериологическое и химическое исследование воды по 22 показателям. Протокол анализа будет готов в начале июня. Температура воды 14,6, PH 8,5. От 6,5 до 9 это норма. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Состоялись публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета за 2021 год. Реализовано 17 утвержденных муниципальных программ. Подробнее в нашем сюжете. Исполнение бюджета округа за прошлый год осуществлялось в соответствии с утвержденным решением Совета депутатов округа о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023. Исполнение основных показателей бюджета составило по доходам 11,8 миллиарда рублей, по расходам 11,83 миллиарда рублей. В результате за 2021 год сложился дефицит бюджета в сумме 32,4 миллиарда рублей. Собственные доходы бюджета составили около 6 миллиардов рублей. Как и прежде, их основой стали налоги около 5 миллиардов. Наиболее значимым был налог на доходы физических лиц 1,6 миллиарда, налог на совокупный доход 1,8 миллиарда рублей и земельный налог 1,2 миллиарда рублей. Расходы на реализацию муниципальных программ образования и культура составили более 6 миллиардов рублей. Было осуществлено проведение ремонта в пополнении библиотечного фонда, организации культурных мероприятий, закупка мебели, оборудования, техники. Средства направлены на вознаграждение за классное руководство 103,6 миллиона рублей, проведение ремонтов и благоустройства территории 98,6 миллиона рублей, субсидии частным садам и школам 197,2 миллиона рублей, на организацию питания обучающихся в школах 215,8 миллиона рублей. Около 400 миллионов рублей было выделено на спорт, более 200 миллионов на социальную защиту населения и почти миллиард на управление имуществом и муниципальными финансами. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах обсудили итоги завершения регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании от «Единой России». На вопросы журналистов ответили члены окружного избирательного штаба, депутаты МОСУ Болдумы Игорь Каханы и Дмитрий Дениско, а также исполнительный секретарь местного отделения партии Георгий Николаев. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование. Любой кандидат, желающий выдвигаться на основных выборах, обязан участвовать в праймерис. Такой механизм позволяет отбирать самых эффективных кандидатов. «Партия должна быть уверена, что делегирует на выборы самых лучших своих представителей. Поэтому эти выборы, предвыборы, они проходят внутри партии, чтобы уже в сентябре на выборы пошел самый лучший, самый достойный кандидат». 13 мая закончился прием заявлений от желающих принять участие в предварительном голосовании. В городском округе Люберцы утвердили более 100 кандидатов по 8 избирательным округам. «9 марта начали регистрацию кандидатов. То есть люди могли подать свои документы онлайн и могли подать свои документы, придя сюда очно, в наш исполком. Здесь уже, с правой точки зрения, необходимо было собрать определенный комплект документов. По моему наблюдению, никаких проблем у кандидатов с предоставлением документов не было». Предварительное голосование пройдет в этом году исключительно в онлайн-формате на платформе сайта «Единая Россия». Выразить свою гражданскую позицию жители городского округа смогут с 23 по 29 мая. Первые результаты будут обнародованы уже 30 числа. «Последний день регистрации он за два дня до окончания самого предварительного голосования заканчивается. То есть он заканчивается 27 мая. Что важно знать, что если люди не подумали, что 23-го уже идет полным ходом предварительное голосование, он может до 27-го зарегистрироваться и до 29-го проголосовать». Выборы в Совете депутатов городского округа Люберцы пройдут 11 сентября этого года. Для волеизъявления граждан подготовят 173 избирательных участка. В Московской области стартовал прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Семья годы». Проект направлен на поддержание многодетных семей, а также семей, воспитывающих детей инвалидов, детей-сирот. За победу в региональном этапе конкурса будет бороться семья из городского округа Люберцы. В гостях у Давлитгореевых побывала наша съемочная группа. Эдуард и Елена Давлитгореевы в браке уже 23 года. Супруги привыкли все делать вместе и работать, и отдыхать, и даже готовить. Сегодня на обед домашние пельмени. Глава семейства отвечает за тесто, делится секретом успешного приготовления. Главное – душу туда вложить. Пока родители заняты на кухне, старшая дочь Милена ухаживает за своим мини-огородом. Девушка выращивает овощи и зелень на подоконнике. Это хобби появилось недавно. Скоро будет сбор первого урожая. Все началось с задания по окружающему миру у сестренки. Ей задали задание что-нибудь посадить. Ну, мы посадили один цветочек, а дальше все как-то само пошло. И теперь у нас растет тыква, фасоль, огурцы, помидоры разных видов. Единственный сын в семье Дмитрий – воспитанник первого московского кадетского корпуса. Дома бывает только на выходных, но даже здесь не расслабляется. Занятия спортом по расписанию и подготовка к очередной неделе, вплоть до глажки кадетской формы. Мечтает стать военным. Раньше сестра училась в кадетском корпусе. Я решил пойти тоже в кадетский корпус. Мне это понравилось. И я решил дальше продолжать. Отличается от обычной школы режимом, потому что я там с понедельника по пятницу. Отбой у нас в 10, подъем в 6.30. А это самые маленькие члены семьи. Посередине 9-летняя Виктория. Ее младшие сестры-двойняшки Ярослава и Есения. Им по 7 лет. Эта страна мне только снится, но светлый лед. И на крылатой колеснице я совершу полет. Девочки занимаются в студии изобразительного искусства и в танцевальном коллективе. Одним словом, творческие личности. Сегодня в планах выходного дня совместные игры и лепка пельменей. Берем тесто. Немного фарша. Складываем как пирожок. Вот такой получается пельменчик. На помощь родителям вызвались все дети. В таком составе семью Давлетгареевых можно застать только в субботу, воскресенье и на праздниках. В такие дни они стараются уделить друг другу максимум внимания. А что может сплотить больше, чем совместное занятие. Потом в руки берешь, вот так снизу, и здесь закрепляешь. Получилось? Ну-ка покажи, какой у тебя пельменчик. Вот, смотри, у Есения какой красивый получился. Молодец, да. Иметь много детей Эдуард и Елена планировали не сразу. Сначала мечтали только о двух – мальчике и девочке. Но со временем поняли, что большая семья – это большое счастье. Семья для меня значит очень много. Я на самом деле, как женщина, довольна, что у меня столько детей. Каждый ребенок шлифует мой характер, делает меня мягче. И с каждым годом мне кажется, что мы становимся еще счастливее. Давлетгареевы принимают активное участие и в общественной жизни своего городского округа. В этом году они планируют представлять люберцы на региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года». Надеются на победу в номинации «Многодетная семья». Но говорят, что главное – участие. А еще важнее, что они счастливы вместе. В округе прошел финал командного кубка по интеллектуальному искусству среди детей и подростков с нарушением зрения. Брей-ринг для детей с ограниченными возможностями здоровья провели в Подмосковье впервые. О том, как прошел конкурс «Кисенок», расскажет наш корреспондент. «Создатель военно-морского флота в России и организации школ, где готовились моряки. Он создал регулярную армию и заботился о ее перевооружении». «Петр Первый?» На обсуждение представлены три темы – великие русские полководцы, занимательная астрономия, русская классическая и современная музыка. К финалу ребята готовились несколько месяцев. Здесь важно все – быстрота реакции, умение работать в команде, сообразительность и, конечно, большой интерес к конкурсу. «Понять, насколько ты эрудированный, какие у тебя знания, новые интересы открываешь для себя. Вот, например, мы начали изучать астрономию, поэтому чаще мы выбираем эту тему. Я думаю, было бы достаточно интересно, если бы это проходило каждый год». «Брейн-ринг» проходит в Подмосковье впервые. Его провели при поддержке Московской областной организации ВОЗ и региональной федерации спорта слепых. «Такой интерес, вот этот азарт борьбы, я думаю, это тоже зажигает, настраивает их на какие-то определенные победы в дальнейшем. То, что помимо такой основной школьной программы, все-таки они получают еще и дополнительные познания. Ребята откликнулись с удовольствием, и я думаю, что, наверное, вот это будет стартовый такой момент, когда мы будем проводить, надеюсь, ежегодно такие конкурсы для наших ребят». «На территории региона работают три учебных спецучреждения для слепых и слабовидящих детей. Отборочные туры прошли в каждом из них – в Малаховке, Королеве и Сергиевом Посаде. По результатам финальных состязаний победу одержала команда «Звездочет» из Малаховки. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберцы вошли в тройку лучших муниципалитетов Подмосковья по результатам Всероссийской Олимпиады школьников. 20 юношей и девушек из городского округа прошли в заключительный этап интеллектуального состязания. 16 из них стали призерами и победителями. Наш следующий сюжет о том, как чествовали люберецких умников и умниц и их учителей. Что такое гений? Это 1% интеллекта, 99% – трудолюбие. Поэтому помимо того, что у вас есть, понятно, интеллект, коль вы заняли определенные такие лидирующие позиции в Олимпиаде, это трудолюбие. Я, где бываю в школах, всегда говорю, что самый тяжелый труд – это научиться учиться. Напряженная борьба на Всероссийской Олимпиаде школьников позади. На протяжении всего учебного года эти ребята шли к победе и дошли до нее. Сейчас в теплой дружественной атмосфере за чашкой чая принимают поздравления. По результатам Олимпиады на третью строчку в области среди 60 муниципальных образований вышел городской округ Люберцы. И это благодаря вам, дорогие ребята и дорогие учителям. Спасибо вам большое. Школа «Лидер» по результатам заключительного этапа Олимпиады – гимназия номер 16 «Интериес». Ее воспитанники завоевали 10 дипломов. Для Максима Бармашова из 11-го Ф – это уже вторая победа на Всероссийском состязании школьников. И в прошлом, и в этом году он занял первое место по технологии. В этом году я делал макет Исаакиевского собора в городе Санкт-Петербурге. Начал я его делать еще давно. И планировалось, что я его повезу в Санкт-Петербург. Поэтому, собственно, и выбрал такой объект для макетирования. Ну вот, проводили в этом году в Казани. Так что немного не в тему, немного опоздал, но, тем не менее, защитился и первое место взял. Умникам и умницам вручили именную стипендию главы городского округа Люберцы. Также их ждет денежное вознаграждение от губернатора Московской области. Школьники-победители получат по 500 тысяч рублей, призеры – 300 тысяч, а участники заключительного этапа – 100 тысяч. Луиза Егия-Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всесоюзной пионерской организацией, которая объединяла детей, исполняется 100 лет. В советском прошлом стать примером для всех ребят мечтал каждый школьник. Это было почетно. Ветераны пионерского движения и сегодня вспоминают те годы с ностальгией. Такие галстуки были в почете. Конечно, стать пионером – это очень торжественная была вообще ситуация. И завязывать галстук нужно было правильно. Вот сейчас завязываю, а с собой руки трясутся вспомнить. Алый галстук стал символом счастливого детства для многих поколений советских людей. В музее Люберецкой средней школы номер 11 можно увидеть и другую атрибутику пионерии. Учитель истории, а в прошлом пионер-вожатая Галина Черепонюк, пионерское детство и юность вспоминает с волнением. Знамя пионерской дружины нашей школы. Вот оно вот, шёлковое, с вышитыми буквами. Ученик, который вступил в пионерскую организацию, давал торжественное обещание. Галину Черепонюк приняли в пионеры, когда она училась в третьем классе. Это было больше 50 лет назад. Но девиз пионеров помнит, как сейчас. К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза «Будь готов», пионеры отвечали «Всегда готов». Пионер всегда протягивал руку помощи. Нину Конурину, одну из первых среди одноклассников, приняли в пионеры. Отличная успеваемость в учёбе и общественная работа давали такое право. Перелистывая старый альбом, она с гордостью называет имена пионеров-героев и вспоминает, чем жил её отряд. Сборы макулатуры, сборы металлолома, слёты, на которых мы завоевали первые места. Сначала было обидно, что кто-то нас обыгрывает. Ой, как обидно. Но я всегда думала, а я могу лучше. Я это сделаю лучше. И для меня словом «закон» было слово «надо». Пионеры всегда были при деле. А примером для них были вожатые. Каждый год, 19 мая, Нина Владимировна с гордостью надевает почётный знак Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи. Первые места на пионерских слётах оценили старшие товарищи. На полувековой юбилей пионерии в Центральном комитете ВЛКСМ первый секретарь Евгений Тяжельников вручил Нине Конуриной награду. Волновалась очень, потому что я знала, что в нашем районе таким знаком награждён только Саша Шабанов. Это секретарь горкома комсомола. И больше никого не было. И когда мне его вручили, я невероятно горда была. Общественное признание было для активистов стимулом к покорению новых вершин. От пионер-вожаты до директора. Зинаида Новичкова посвятила Люберецкой школе номер один всю свою жизнь. Для неё слова «пионерия» и «детство» – синонимы. Мы ждали, когда нас примут в пионеры, на сборе обсуждали, кто достоин, кто недостоин. Пионерская организация – это система работы по воспитанию человека, который умел анализировать себя, соизмерять свою жизнь, жизнь и общество, в котором находится. Законы пионеров учили школьников быть прилежными, слушать и почитать старших. Особое уважение вызывали ребята, которые участвовали в Тимуровском движении, а значит, помогали всем, кто нуждается. В России сейчас много общественных организаций, но нет той, которая объединяла бы всех детей. Нужно детей учить быть людьми. Мы воспитываем сейчас не общественных людей, мы воспитываем индивидуалистов. И получают в школу от этого отрицательные уроки, когда никому нет дела друг до друга, когда все в гонке за благами и обеспеченностью в жизни. Для одних пионерия – это туристические слёты и игра «Зорница», для других – пионерские лагеря с походами и песнями у костра. Но для любого советского школьника детская организация – это жизнь в команде, где каждый становится немного лучше и добрее. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В округе прошел праздник, посвященный столетию пионерии. Люберецкие школьники приняли участие в танцевальном флешмобе и тематических мастер-классах. В Центральном парке побывала и наша съемочная группа. Юные участники праздника знают о пионерии только из книг и по рассказам родителей. 12-летний Иван Гериш увлекается историей. Для него во всем пример – первые пионеры-герои. Это Леня Голиков, Владимир Дубинин и, конечно же, Зина Портнова. Они были моими ровесниками. Я хочу взять с них пример и также помогать нашей стране и жителям. Традиции пионерии нашли свое продолжение в российском движении школьников. Самая масштабная детско-юношеская организация создана в 2016 году и насчитывает около двух миллионов ребят. Из них более 10 тысяч – люберчане. Организация осуществляет свою деятельность по четырем направлениям. Это личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление и информационно-медийное направление. Ценности РДШ – российского движения школьников – это любовь к родине, к семье, тепло, миросердие, тепло дружбы, уважение к труду. Участники РДШ занимаются волонтерской деятельностью, ведут поисковые работы, принимают участие в слетах, форумах и флешмобах. В эту организацию может вступить любой школьник, достигший 8 лет. Ребята 10-14 лет – это взрослые ребята? Конечно, взрослые. И вот им тоже хочется как-то жить по-взрослому, чтобы была своя организация. Я думаю, обязательно в ближайшее время, наверное, в годы будет организация. То ли это будет РДШ, то ли это будет про образ пионерии. Многие школьники пришли на праздник в красных галстуках и пилотках, чтобы немного прикоснуться к истории и почувствовать себя настоящим пионером. За 70-летнюю историю Всесоюзной организации в ряды пионеров вступили более 210 миллионов мальчишек и девчонок. Девиз пионерии знал каждый из них. Пионер, будь готов! Всегда готов! Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Центральном парке состоялся пасхальный фестиваль Подольской епархии городского округа Люберцы. Он устраивается второй год. Праздник стал популярен у жителей. Подробнее в нашем сюжете. Братья и сестры, вот по сути пасхальные дни у нас сегодня пасхальный фестиваль. Я благодарен владыке, что в этой точке, где мы проводим вот это красивое, хорошее мероприятие, богоугодное, избранные люберцы. Пасхальный фестиваль организован Люберецким благочением и администрацией округа. Владимир Ружицкий и архиепископ Подольский Люберецкий Аксий поблагодарили всех, кто активно содействовал организации праздника и вручили благодарственные письма. Все это служит на общее такое вот единение, которого нам, к сожалению, не хватает в нашей жизни. Но подобные мероприятия, они всегда дают какую-то, знаете, точку отсчета, проходя которую, можно планировать дальнейшее развитие. На праздник прибыли представители всех девяти благочиней Подольской епархии. Также присоединились депутаты. Лидия Антонова свой день рождения посетила фестиваль. Сегодня в проповеди Владыка Аксий как раз говорила о внимании к людям, как важной черты каждого человека. Вот мне кажется, что действительно не случайно, Владимир Ружицкий, от слова «любить» мы в это верим. Мы стараемся поддерживать каждую семью, поддерживать каждого человека. Просветительская функция этого фестиваля, она достаточно велика. Я уверен, что не только в городском округе Люберца, который является одним из центров Московской области, но и по небольшим нашим городам, и в Дзержинске, и в Котельниках, и в других территориях мы тоже подобные фестивали будем делать. Праздничная программа рассчитана на 8 часов. Среди мероприятий торжества более 50 мастер-классов, хоровой фестиваль, выставки, полевая кухня и пасхальный бал. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В картинной галерее состоялся «Вечер русского романса». Лауреат международных конкурсов Екатерина Полянцева и концертмейстер, пианист Иван Шмаринов исполнили музыкальные композиции 19, 20 и 21 веков. Мы тоже побывали на этом вечере. Романс Бориса Прозоровского «Мы только знакомы» написан в 1924 году для будущей заслуженной артистки грузинской СССР Тамары Церетели. Спустя почти столетия музыка трогает и слушателей, и исполнителя. Лауреат международного конкурса «Средиземноморская романсиада» Екатерина Полянцева исполнила 13 романцев. Обладательница сопрано представила несколько видов этого жанра – жестокие, дворянские, бытовые, городские и цыганские романсы. Каждый романс – это история, каждый романс – это моя любовь отдельная, поэтому тут нельзя сказать, этот я люблю больше, этот я люблю меньше. Я все люблю то, что я исполняю. Аккомпанирует Екатерине выпускник Московской консерватории, лауреат международных конкурсов, пианист, композитор Иван Шмаринов. Это их первый совместный концерт. Буквально недели две, наверное, как мы начали готовиться. Как обычно, репетиции проходят, работали, оттачили какие-то детали. Слушать солиста, чтобы не мешать ему, а наоборот, лучше выявлять его талант. В концертной программе Иван исполнил три произведения собственного сочинения. Это музыкальные пьесы по картинам русского художника Ивана Шишкина «Рож», «Утро в сосновом бару» и «Туман в лесу». Концерт приурочен к Международному дню музеев, который отмечается с 1977 года. В этот день в галереях и выставочных комплексах проводят многочисленные торжественные мероприятия. И любой желающий может приобщиться к искусству. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберецком дворце культуры состоялся отчетный концерт вокально-хорового отделения детской музыкальной школы номер два. Воспитанники младших, средних и старших классов показали, чему они научились за этот учебный год. Место в зрительном зале занял и наш корреспондент. Сказали о весне, светлые капели. Сказали о весне, весело забели. О главном с любовью. Так представители вокально-хорового отделения детской музыкальной школы номер два назвали свой отчетный концерт. На сцене Дворца культуры прозвучали песни о любви, дружбе и родине. Зрители могли оценить все уровни подготовки учреждения. От начального, базового до сложных репертуаров. Наш хор «Янтарь» будет исполнять сегодня музыку замечательную русского композитора 19 века Сергея Васильевича Рахманинова. Это шесть женских хоров на стихи русских поэтов. Это достаточно сложное, очень интересное музыкальное произведение. Мы очень долго готовились к его исполнению. И оно требует уже не просто какого-то обычного исполнения. Это уже речь идет о хоровом искусстве, пении. Вокально-хоровое отделение открылось во второй музыкальной школе в 2017 году. Сегодня в этом подразделении учатся около ста детей. В программе в основном классические произведения, как русские, так и зарубежные. Я попробовала музыкальную школу, потому что мне нравится заниматься музыкой, играть на фортепиано, петь. Для настроя вообще нужно хорошее настроение. И у нас у всех хорошее настроение, да? Да. 24 мая в Люберцах состоится хоровой фестиваль. В этом году окружной конкурс будет посвящен русской народной тематике. Воспитанники музыкальных школ исполняют лучшие произведения отечественной культуры. Уиза и Геазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Прошел второй тур открытого фестиваля эстрадной песни «Приди и пой». Участники, которые успешно прошли первый этап конкурса, выступили на сцене Дворца культуры. За праздничным галоконцертом следили и мои коллеги. «Приди и пой». Этот призыв уже в 16-й раз объединяет талантливых жителей городского округа Люберцы. Отличие этого фестиваля в том, что выступить на сцене могут люди разных возрастов, исполнители разных репертуаров, как солисты, так и ансамбли. Одним словом, здесь рады всем, кто умеет петь. Сейчас проводятся различные конкурсы, там есть 60+, маленькие и средние. То у нас такой фестиваль, он всеобъемлющий, то есть он очень широкий по своему охвату. И у нас нет такой задачи, чтобы отобрать только профессионалов. А самое главное, чтобы найти людей, которые очень любят это делать, увидеть какую-то в них перспективу и дать такой старт в будущее. Бессменный председатель жюри Александр Шаганов не пропустил ни одного фестиваля «Приди и пой». Признается, что каждый раз выбирать лучших среди лучших все сложнее и сложнее. Но у поэта-песенника свои критерии, по которым он оценивает конкурсантов. Знаете, я вот ориентируюсь на такие позиции нужности. Вот артисты маленькие пускай, его нужности, так сказать. Вот я представляю, что он будет петь для нашего зрителя, для русскоговорящего, для людей, которые живут в России. И для того, чтобы зрители потом сказали, он поет для нас. В первом этапе фестиваля было 140 участников, и только 63 получили право выступить на заключительном туре. Для многих исполнителей «Приди и пой» не просто конкурс, а уже старая добрая традиция. Я уже тут выступаю в четвертый раз. Четвертый раз прохожу в финал. Чаще всего я занимаю лауреат первой степени, была один, третий. И сейчас я надеюсь, что выйду в первый, но моя мечта занять гран-при. А для Софии Петросян это пока второе участие в фестивале. В прошлом году девушка также прошла в финал. Заняла третье место в номинации «Эстрадный вокал». Главное – это получить удовольствие от пения, главное – это произвести впечатление на зрителя. А место, номинации – это уже все приходящее и уходящее. Это то, из-за чего можно порадоваться, но никак нельзя расстроиться. Участников вокального конкурса распределили по пяти номинациям. Во всех возрастных группах определяют лауреатов первой, второй и третьей степеней. Но дипломы и памятные подарки получит каждый, кто пришел и спел. У Иса Иги Азаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Картины, которые погружают в волшебные миры. Два художника – Игорь Гугель и Татьяна Кузнецова – представили свои работы в музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы. Современную выставку живописцы назвали «Артефакты размышлений». На ее торжественном открытии побывали и мы. Сюжеты из мира фэнтези, мифологические образы и необычное видение обычных вещей. Выставочный зал картины и галереи наполнен яркими, неординарными работами. С первого взгляда может показаться, что у этих картин один автор. Но в одной выставке гармонично вписалось творчество двух успешных художников. Пришло понимание, что если вдруг когда-то будет возможность сделать выставку, то надо приглашать Игоря. Его работы на каком-то уровне, на какой-то волне очень созвучны с моими работами. Они перекликаются, в них много общего, много интересного. И в общем-то здесь вот как ощущение такое, что от его работ к моим натянуты такие струны, и они очень мелодично звучат между собой. То есть такое созвучие, музыка такая звучит здесь от картин. В день открытия выставки музыка звучала в прямом смысле этого слова. Поздравить художников совместной презентации пришли лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Для Игоря Гогеля это уже 21-я персональная выставка. Его работы находятся в частных коллекциях по всему миру. Называть жанр – это дело художественных критиков. Но я бы, наверное, назвал его такой романтический сюрреализм. Я использую этот приём сюрреалистический, а в основном я закладываю какую-то мысль в свою работу. И мысли эти, они обычно посвящены, в общем-то, любви, размышлениям, какой-то философии. Отсюда и название выставки. Каждая картина, представленная здесь, заставляет размышлять. В каждой работе – загадка автора. Разгадать её жители и гости Люберец могут до 26 июня. Луиза Игеазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Музее истории и культуры Малаховки открылась выставка «Такая разная посуда». Фарфоровые и стеклянные экспонаты представлены из фондов учреждений. Показ раритетных предметов сервировки приурочен к Международному дню музея. В подробности у моей коллеги Луизы Игеазарян. Эту коллекцию фарфора и стекла сотрудники Малаховского музея собирали на протяжении нескольких десятков лет. В разные времена жители посёлка охотно делились предметами быта, утратившими свою актуальность. Антикварные изделия люди приносят в музей и сейчас. Ведь даже с помощью посуды можно узнать, а главное – сберечь историю страны. Люди, может быть, даже и не всегда понимали, что они отдают на музей. И мы поняли, что это целое сокровище. Действительное сокровище, поскольку здесь очень много вещей, которые связаны так или иначе с производством Кузнецова. Яков Кузнецов ещё в конце 18-го, начале 19-го века у себя там жили, открыл небольшой заводик. А уже его дети, внуки, особенно претеренти Кузнецовы, расширилось производство настолько, что к началу 20-го века в России было 14 заводов как раз под маркой Кузнецова. На этой небольшой выставке отражено несколько эпох. Посуд до конца 18-го и 19-го веков, а также начала и середины 20-го столетия. Некоторые предметы сервировки знакомы ещё со времён Советского Союза. Например, стеклянными графинами любители ретро пользуются до сих пор. А история вот этого 20-литрового сосуда пока неизвестна. Каждый предмет в музее требует изучения. Откуда пришёл, как он поступил в музей, кто принёс. Ответа не по каждому предмету есть, потому что предметов много, мы изучаем это. Фондовая выставка посвящена Международному дню музеев. Жители и гости городского округа могут посетить её уже сейчас. Напомню, что 21 мая в Люберсах состоится всероссийская акция «Ночь музеев». В учреждениях культуры пройдут экскурсии, мастер-классы и концерты. Луиза Иги Азарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Спартак» состоялся первый этап Кубка Московской области по борьбе на поясах. Это древний вид спорта, заключающийся в единоборстве двух подпоясанных борцов в стойке. Подробнее в нашем сюжете. Соревнования по борьбе на поясах начались с минуты молчания. Участники почтили память яркого политика, основателей и председателя Либеральной демократической партии России Владимира Жириновского. Монументальный человек, который стоял в основе российского парламентаризма, который задавал самую высокую планку политического деятеля и удерживал ее более 30 лет. Это действительно был человек высоких знаний. И все те высказывания, все те пророческие высказывания, которые он говорил, сейчас обретают уже вполне понятные очертания. Первый этап Кубка Московской области по борьбе на поясах проходит в Люберцах впервые. Всего запланировано четыре этапа в разных городах Подмосковья. Сегодня в соревнованиях принимают участие около 70 спортсменов из Люберес, Раменского, Воскресенского, Котельников, Дзержинского и Москвы. Так как этот вид спорта является также достаточно развит в азиатских странах, пригласили диаспоры Таджикистана, диаспора из Киргизии. Таджикистан, Узбекистан. То есть достаточно обширная география. Возраст участников от 18 лет. Это опытные профессиональные спортсмены. Среди них победители и призеры первенств и чемпионатов мира. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте LRT.TV или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова